Большие перемены ожидают рынок недвижимости после доработки правил приобретения жилья в лизинг. Платить станет проще. Лизинг похож на кредит. Такая схема работает уже несколько лет. При этом покупатель может заселиться, но жилье юридически принадлежит продавцу до полного расчета. И пока не выплачен последний взнос, коммунальные платежи рассчитывались как для юридических лиц. Это в разы выше тарифов для собственников. Но с принятием нового указа президента недочет устранен. Документ в целом направлен на защиту интересов граждан. Так нельзя будет увеличивать размер платежей, даже если рыночная цена жилья вырастет. А квартира не может быть изъята за долги, если она обременена договором лизинга. После вступления указа в силу, то есть через полгода, предложений на рынке станет ощутимо больше. Лизинговые компании, которые предлагают этот инструмент, у них ниже риски того, что лизингополучатель перестанет платить. Потому что если банк берет квартиру в залог, а лизинговая квартира, которая передана в лизинг, она находится в собственности лизингодателя до того момента, пока не выплатен последний платеж. Поэтому риски ниже, отсюда риск премия ниже, ставка может быть несколько ниже, чем кредитная. Ставка рефинансирования активно снижается. Естественно, стоимость ресурсов для лизинговых реализаций будет уменьшаться. И поэтому стоимость договоров лизинга, соответственно, будет меньше для лизингополучателей. Пока ипотека такого широкого распространения у нас не получила. И лизинг может стать таким хорошим альтернативным механизмом для удовлетворения нужд населения в жилье. Указ также запретил выселять лизингополучателей, если просрочек было меньше трех. А стоимость ежемесячных выплат, по мнению экспертов, упадет. Пока в среднем за квартиру ценой в 100 тысяч рублей при первом платеже в 20% и сроке лизинга в 20 лет придется платить около 1000 рублей в месяц. А совокупный доход семьи, которая и будет провожать в новой квартире, должен вдвое превышать сумму ежемесячных выплат.